Данное решение с вами проработано. Данное решение экономически целесообразно и эффективно. У нас есть три месяца для того, чтобы выполнить данные объемы работы. Спор о главном. Депутаты Нефтьюганска утвердили бюджет, исключив сумму на ремонт дорог. То, что здесь будет и в водоочистке, и в кондиционировании воздуха, и в обеспечении теплом, конечно, это целый завод. Грандиозный объект. Депутаты Нефтьюганска проверили, как идет строительство жемчужины Югры. Сторонники – это не партия. Это люди, это площадка даже инициативных людей, которые создают фундамент для партии, можно так сказать, локомотив. Встреча единомышленников. В культурном центре ОПП прошел форум сторонников местного отделения партии «Единая Россия». Пополнение в Думе. Сегодня Алексей Чупин получил удостоверение депутата и занял свое место в зале заседаний. До выбора по 25-му избирательному округу признаны состоявшимися. В новом составе народные избранники рассмотрели 23 вопроса, один из которых отправили на доработку. Тему продолжит наш корреспондент. Ряд депутатов выступил с инициативой утвердить городскую казну без учета расходов нескольких статей. В частности, предлагалось исключить 21 миллион на спортивную площадку в девятой школе, 85 миллионов на текущий ремонт городских дорог и 89 миллионов на спортинвентарь для бассейна «Жемчужина Югры». Напомним, бассейн должны были сдать еще в октябре 2008 года. Поэтому завершение работ на данном объекте – одна из первостепенных задач. Здание-то бюджетное, оно соответствует налоги жителей города. И получается, здание, которое мы планируем в сентябре запустить, будет проставлено. Вячеслав Арчиков напомнил про расширение набережной и другие проекты. Глава администрации пояснил, что май – последний срок для принятия решения по дорогам. Принимать его позже не имеет смысла. Ремонт необходимо завершить до осени. Если мы сегодня, я вам ответственно заявляю, если мы сегодня примем решение, тем более данное решение с вами проработано, данное решение экономически целесообразно и эффективно, у нас есть три месяца для того, чтобы выполнить данные объемы работы. В итоге за включение или не включение каждого объекта голосовали отдельно. Кто за то, чтобы включить в расходные обязательства выделение средств на приобретение технологического оборудования для центров водных видов спорта, прошу проголосовать за. Кто против, кто воздержался единогласно. Большинством голосов депутаты решили исключить из городского бюджета средства на спортивную площадку, в девятой школе и текущий ремонт дорог. Помимо прочего, депутаты внесли изменения в схему размещения и стационарных торговых объектов, отправили на доработку вопроса внесения изменений в регламент Думы города и дали оценку деятельности администрации. Елена Раянова, Александр Гордеев, телерадио компания «Юганск». Нет мебели и трибун. Депутаты городской Думы выехали на экскурсию по Центру физической культуры и спорта «Жемчужиной Югры». Цель визита – посмотреть, в каком состоянии находится объект. Подробнее Светлана Ряписова. Строительно-монтажные работы в «Жемчужине Югры» близятся к завершению. Присутствующие депутаты отметили грандиозность объекта и необходимость скорейшей сдачи долгожданного комплекса. Камень преткновения в том, что необходимы дополнительные деньги на оборудование. А городской бюджет, в котором и должны быть заложены расходы на эти нужды, депутаты не принимали два месяца. 85 миллионов. Здесь оборудование, в частности, допустим, те же сидения в спортзале, для того, чтобы люди могли нормально сидеть и наблюдать за процессом. Здесь, на втором этаже, предусмотрено по проекту размещение ресторанного зала, то есть оборудование для ресторана – это столы, печки и так далее. Также необходимо укомплектовать Центры физической культуры и спорта мебелью. В спортивных залах нет сидений на трибунах, необходимых снарядов, в кабинетах нет столов и стульев. Сумма для городской казны значительная, но необходимая. Тем более, что сложнейшее оборудование подрядчики уже смонтировали. То, что здесь будет и в водоочистке, и в кондиционировании воздуха, и в обеспечении теплом. Конечно, это целый завод, то, что находится ниже нулевой отметки, целый завод, и будут работать высококвалифицированные специалисты по обеспечению данного сооружения. На экскурсию выехали те депутаты, которые и ранее голосовали за принятие бюджета. Кто же был против, воздержались от поездки на социально значимый объект. Однако днем ранее на профильной комиссии народные избранники все-таки утвердили доходы и расходы на 2014-й. Два с половиной идет на изготовление, когда с нуля после тендера, оплачиваем, если есть аванс, если нет, просто после заключения договора, не менее двух-двух с половиной месяцев идет на изготовление. От бюджетного решения до тендера месяц-полтора. То есть, получается, три-три с половиной месяца. Готовность объекта 90%, говорят подрядчики. Осталось сделать уборку во внутренних помещениях, заасфальтировать парковку на улице, выложить плитку и разбить клумбы. На эти работы уйдет месяц. После – монтаж оборудования и итоговая проверка. Госдума приняла в окончательном чтении закон о школьной форме. В соответствии с ним образовательные учреждения смогут устанавливать конкретные требования к внешнему виду учеников, в том числе к цвету, фасону формы, знаком отличия и правилам ее ношения. При окончательном решении должно учитываться мнение совета обучающихся, совета родителей и представительного органа работников школ. А далее к новостям из мира финансов. Закон об отмене бесплатного багажа на авиарейсах внесен в Госдуму. По мнению авторов документа, новые правила позволяют пассажирам сэкономить на билетах, поскольку перевозимые чемоданы и сумки отнюдь не бесплатны. В итоге билеты для тех, кто летит с одной ручной кладью, обходятся дороже, чем могли бы. Авиакомпании, которые все-таки оставят пассажирам право на бесплатный багаж, смогут ограничивать его количество, но утвержденная норма будет не менее 10 килограмм или двух мест багажа на одного пассажира. С 1 апреля следующего года на сигареты может быть введена единая минимальная цена. Законопроект подготовил зампредкомитета Думы по экономической политике Виктор Звагельский. Его предложение состоит в том, что с 2015 года наименьшая стоимость пачки сигарет составит 55 рублей. Сейчас производители табачных изделий сами устанавливают цену и таким образом могут сохранять доступность табака. А для борьбы с курением нужно, чтобы он дорожал. Министр здравоохранения Вероника Скворцова в свою очередь заметила, что пачка сигарет должна стоить не меньше 220 рублей. В прошлом году россияне потратили на алкоголь более миллиарда долларов. Из них почти 22 миллиарда на крепкие напитки. В итоге доля расходов на спиртное на душу населения относительно всех других покупок составила 6%. По этому показателю страна заняла второе место в мире. По данным агентства Евромонитор, больше россиян в 2013 году потратились на алкоголь только эстонцы. В Югре началась выдача сертификатов наркозависимым. Это бессрочный именной документ, дающий его владельцу право на оплату услуг по социальной реабилитации, сообщает телекомпания Югра. Желающим освободиться от вредной привычки полагается больше 80 услуг, в том числе трехразовое питание и проживание в реабилитационном центре. Получить их можно только в трех учреждениях округа, которые находятся в Сургуте, Нягоне и Ханты-Мансийске. Сертификаты выдают в управлениях соцзащиты по месту жительства в порядке очередности постановки наркозависимых на учет. На эти цели в окружном бюджете запланировано 4,5 миллиона рублей. До конца этого года реабилитацию за счет округа пройдут 40 граждан. Внимание, дети! В Югре стартовала акция по безопасности дорожного движения. Сегодня нефтьюганские автоинспекторы вышли в речь, чтобы проверить, пользуются ли водители специальными удерживающими устройствами при перевозке детей. Вместе с сотрудниками ГИБДД на улицах города дежурила и наша съемочная группа. 45 водителей только за последние два дня попали под прицел полицейских за несоблюдение правил перевозки детей. И все же автоинспекторы говорят, что после повышения штрафа с 500 рублей до 3000, подобных нарушений стало меньше. Но задача сотрудников ГИБДД свести отрицательную статистику к нулю. До сих пор нарушают сознательно, перевозят детей без специальных устройств. Если наши профбеседы не помогают, значит мы будем применять административный ресурс. То есть наказание. Сумма штрафа адекватная в стоимости детского кресла, которое даже может быть дешевле можно купить в хорошем качестве. Поэтому стоит задуматься. Полицейские считают, что повышение штрафов – это эффективный метод борьбы с нарушителями. Если не получается достучаться до сознания автовладельцев через правила дорожного движения, то получится через семейный бюджет. Добропорядочные водители, напротив, говорят, что кресло должно приобретаться не в угоду автоинспекторам, а прежде всего ради жизни и здоровья собственного ребенка. Потому что если речь будет, то я могу головой удариться. Забота о собственном ребенке. Я думаю, что штрафы, кого не волнуют маленькие штрафы, мне кажется, и волновать большие особо не будут. Ну, может быть, один процент из всех отреагирует на увеличение штрафов и все. Всероссийская масштабная акция «Внимание, дети!» традиционно проходит в преддверии летних каникул и нового учебного года. В усиленном режиме наряды ДПС будут дежурить до 6 июня. Особое внимание полицейские будут уделять безопасной перевозке малышей и школьников. Родителям также стоит обратить внимание на то, как и где их дети ездят на велосипедах, скутерах и мопедах. Российских медалистов Олимпиад поддержат досрочной пенсией. Как пишет газета «Известия», два законопроекта на эту тему внесут в Госдуму уже на этой неделе. Отмечается, что изменения направлены на поддержку спортсменов, которые добились международных успехов и заслуженных тренеров, работающих со взрослыми спортсменами. Подразумевается, что россияне, ставшие чемпионами мира либо Европы в любом виде спорта, а также призерами олимпийских, паралимпийских и сурдолимпийских игр, независимо от возраста, смогут рассчитывать на досрочное пенсионное обеспечение. Форум сторонников местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» прошел накануне в культурном центре «Опена». Встречи партийцы поделились с единомышленниками успешными проектами и предложенными инициативами. Встреча со сторонниками для представителей «Единой России» – возможность пообщаться с теми, кто пока стоит за рядами партийцев. На каждом форуме этих людей знакомят с проектами, инструментами, с которыми работает «Единоросс» от выборов до выборов, а также с законодательными инициативами местного отделения. Мы выступаем в ряде случаев инициаторами законопроектов в федеральном законодательстве. Мы постараемся действительно понять и дать определенный толчок для тех, кто у нас уже долго в сторонниках, чтобы они вступали в ряды нашей партии. По словам Игоря Винникова, который сегодня вступил в должность председателя Совета сторонников, считает, что у партии государственной власти большие сдвиги в лучшую сторону. Если сравнить с другими странами, жизнь в России, в частности в нашем городе, достойная. Сторонники – это не партия. Это люди, это площадка даже инициативных людей, которые создают фундамент для партии, можем так сказать, локомотив. Отсюда выходят новые кадры, молодые. На сегодняшний день вообще очень много делается, очень много хорошего. Может быть, где-то не совсем идет освещение, но работа колоссальная идет. Благодаря местным депутатам-единоросам в нефтьюганск вернули бесплатный проезд пенсионерам. Три года назад после крупного пожара в 11 микрорайоне, который оставил без крыши над головой несколько семей, депутаты предложили вышестоящим коллегам рассмотреть возможность включения в обвозечную под программу граждан, которые пострадали в результате пожаров, наводнений и других техногенных катастроф. Члены фракции стали активными участниками работы по возврату семей в очередь на получение детских субсидий для погашения ипотеки. Речь идет о тех, кого удалили из окружных списков по достижению 36-летнего возраста, когда семьи потеряли возможность компенсировать себе ипотеку в несколько сотен тысяч рублей. Одним из самых глобальных проектов стала «Чистая вода». Благодаря современному оборудованию предполагается многоступенчатая фильтрация. Пробный запуск питьевой воды запланирован в июне. В реализации проектов местным единороссам помогают и молодогвардейцы. Они проводят различные мероприятия. Масленица на льду, разминка на свежем воздухе, посадка деревьев. Успешно выходят в рейды с народным контролем, мониторят цены в аптеках, на заправках, следят за качеством школьного питания и повышением цен на продукты первой необходимости. По результатам реализации данного проекта на сегодняшний день за прошедшие полгода было проверено порядка 60 торговых точек. Из этих 60 – 4 приписания на нарушение санитарно-гигиенических условий продажи товаров. Детские сады детям – еще один крупный партийный проект. Первоочередная задача единороссов – ликвидировать очередь к 1 января 2016 года в детские сады. Мария Сераева, Алексей Фоминцев, телерадиокомпания «Юганск». На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас в Нефтьюганске» и делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Всего вам доброго и до встречи в эфире.